Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Совещание по развитию Национального музея республики и его филиалов провел премьер Борис Джанаев. В регионе отмечается рост популярности музеев, а значит есть интерес к наследию и культуре республики. В прошлом году нацмузей и его филиалы посетили почти 110 тысяч человек, а с начала этого года уже более 120 тысяч. В 2023 реализовали более 80 выставочных проектов, в этом свыше 50. Кроме того, музей проводит культурно-образовательные и патриотические мероприятия, а все учреждения культуры подключены к проекту «Пушкинская карта». В этом году республика получила федеральную субсидию 25 миллионов рублей на оснащение филиалов Национального музея новым оборудованием. По словам руководителя Аслана Цуциева, уже закупились стеллажи, витрины, современную мебель, появится и световое, и интерактивное оборудование. Как отметил Борис Джанаев, все существующие в Северной Осетии музеи должны активно развиваться, быть интересными жителям республики и привлекательными для туристов. В республику едут очень много туристов, и, конечно, они все хотят познакомиться с нашей культурой, историей, ну и со всеми нашими традициями. При посещении Национального музея филиалов хотелось бы, чтобы гости нашей республики, ну и также жители нашей республики получали удовольствие. У нас и система образования работает в этом направлении, наши студенты, школьники, одним словом, чтобы полностью была конструкция выстроена. Лечебная физкультура, магнита и лазеротерапия в Республиканском центре медицинской реабилитации восстановиться после травм теперь можно благодаря новому оборудованию. За полгода его посетили почти 2000 человек. По федеральному проекту учреждению выделили аппаратуру общей стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Но, несмотря на современную и эффективную технику, специалисты сталкиваются с трудностями. Зданию необходим капитальный ремонт. Подробности узнавала наш корреспондент Дана Малышева. У пациентки артрит коленных суставов. Лечат ее вот таким итальянским лазером последнего поколения. Нескольких минут хватит, чтобы боль отступила. Здесь мы находим этот диагноз. Устанавливаем. Подводим аппарат к пациентке. Настраиваем расстояние. И все. Время выставляет сам аппарат. Мы только включаем старт. Все. Свет падает ровно на больное место. Отеки уходят, кровообращение улучшается. И уже на третий день процедуры пациент чувствует себя намного лучше. Этот лазер в Республиканском центре медицинской реабилитации новый, как и вот этот аппарат общей магнитотерапии. Пациента укладываем. Он фактически не раздевается, потому что магнитное поле проникает даже через гипс. В одежде, что для наших пациентов очень удобно, потому что им не приходится раздеваться, одеваться. При этом воздействие идет, улучшаются все обменные процессы, кровообращение улучшается, снимается воспаление, полевой синдром за счет этого. Аппарат действует на весь организм и буквально оздоравливает органы. Противопоказаний минимум. И это его главное преимущество. Физиотерапия в реабилитационном центре одна из самых популярных, потому что очень эффективно, особенно с новым оборудованием. У меня уже несколько лет проблемы с позвоночником. Вчера я приняла первые процедуры, но, конечно, сразу не почувствуется, но уже получше чувствуюсь. То есть, где-то уже более-менее чувствую себя лучше. Сколько лет я знаю эту больницу на протяжении многих лет, только положительное. Причем, собственно говоря, и врачи, и медсестры, и младший медицинский персонал очень хорошо относятся к больным. В топе у пациентов и лечебная физическая культура ЛФК помогает разработать проблемную зону и восстановить утраченные функции. А в качестве приятного бонуса еще и подтянет здоровье. Укрепит организм, например, после перенесенного инсульта. Новинок и тут немало. Это антигравитационная беговая дорожка. Человек не ощущает вес собственного тела. Нет нагрузки на ноги, а значит, нет и боли. Поэтому он может выполнить нужные упражнения. Люди даже с тяжелыми травмами начинают раньше ходить. Пациенты приходят к нам на костылях. После курса реабилитации отмечается выраженный положительный эффект. Либо с одним костылем могут уйти, либо уже без костылей. Да, ну, конечно, по времени восстановление у всех идет немного по-разному. У кого-то быстрее, у кого-то чуть дольше. Зависит от состояния пациента. Современное оборудование центр получил в конце 2022 года. Целых 38 наименований по федеральному проекту. Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация. Повысить качество жизни россиян. Вот его цель. Поэтому новинки не из дешевых. Порядка 30 миллионов рублей стоят все эти жемчужины медицины. Мы стараемся помогать людям быстро и качественно, рассказывают специалисты. Но делать это становится все труднее. Зданию давно нужен капитальный ремонт. Восстановление зависит не только от нас, но и от условий, говорят, в центре. Сейчас над этим вопросом активно работают. Учреждение обслуживает всю республику. Говорят, пациентов с каждым годом становится все больше. По нормативам очередь порядка 14 дней. Но, к сожалению, мы в эти сроки не укладываемся в последнее время. Конечно, очередь растянулась. Ввиду того, что востребованность достаточно большая, она выросла. Болезни помолодели. Очень часто к нам последние два года стали обращаться участники СВО, их родственники. Очередь огромная, но примут точно всех. Нужно просто набраться терпения и подождать. Центр за полгода посетили уже 1800 человек. Попасть сюда можно по направлению из поликлиники. Главное, чтобы не было противопоказаний. Участников спецоперации, членов их семей принимают вне очереди. Курс лечения занимает до 16 дней. Все зависит от диагноза, возраста, общего состояния. Реабилитация бесплатная по полису обязательного медицинского страхования. Дана Малышева, Заур Кудзаев. Специально для программы «В итоге». Открывая кран, чтобы помыть руки или посуду, мы никогда не задумываемся о том, как именно вода попадает к нам в дом. Одним из ключевых элементов системы водоснабжения в сельской местности является водонапорная башня. Именно в ней формируется запас воды и регулируется давление в трубопроводе. В селении Даркох жители 30 лет страдали от перебоев воды. Водонапорная башня была в непригодном состоянии. И вот на этой неделе проблему наконец решили. Большую часть сооружения уже реконструировали. На каком этапе сейчас работы, расскажут мои коллеги. Вот так выглядит низ старой цистерны водонапорной башни. Эта часть емкости сильно заржавела. Специалистам Кировского филиала водоканала ее пришлось заменить. Сооружение просто простаивало целых 30 лет. А жители все это время постоянно жаловались. Напора в трубах, можно сказать, почти не было. Ситуацию осложнял и рельеф села. Он резко уходит вниз. Бытовую катастрофу в Даркохе уже решили. «Вот по средней трубе поднимается вода наверх, на хранилище. А вот по этой трубе в село подается. Эта труба сбросная». «Это что значит?» «Верхний уровень и сбрасывает воду, лишнюю воду». Цистерну объемом 120 кубических метров полностью восстановили. Приварили новое дно. Специалисты также отремонтировали распределительный узел, заменили запорную арматуру. Осталось лишь накрыть крышей. Сделают это со дня на день. Но водонапорная башня уже работает. «Ведро подкладываешь в этот, как его, под кран. И у нас напор идет, я не знаю как. Так что спасибо всем, кто нам помог в этой ситуации. Ситуация была очень сложная. Летом не постираешь, огород не польешь. Для всего вода. И вот так вот мы как-то мучались». А теперь выживать порой в 40-градусную жару местным не придется. Водоснабжение в нашей республике можно назвать больным местом. Сеть изношена на 80%. Проблему решают глобально. «На 2024 год утверждена производственная программа ГУП РПВ, в рамках которой мы поменяем части, опять же, изношенных фрагментов водопровода в селении Даркох, опять же, где мы находимся, в селении Ставдурд и селении Иран. То есть общая протяженность составит 15 километров, что, опять же, скажется на качественном оказании услуг потребителям. «Сейчас находится на торгах материал. То есть как только он к нам поступит, надеюсь, это будет в ближайшее время и успеем до наступления зимы все это сделать». На место старых металлических труб придут новые полимерные. Они прослужат не меньше полувека. Решить технические проблемы специалисты могут. Но перебои с водой нередко бывают и на совести самих потребителей. «Большинство абонентов, их домовладения не оборудованы счетчиками. Естественно, каждый себе может позволить выкинуть шланг в огород постоянно, чтобы холодная вода под рукой была. И они просто бесконтрольно оставляют свои шланги и краны открытыми. То есть это приводит по практике, мы это уже тоже постоянно над этим наблюдаем, приводит к тому, что в системе не хватает воды. То есть очень сильно и достоверно известно, что это по этой причине». А особенно летом, когда жители в селах активнее поливают свои огороды и не хотят думать о потребностях других. А делать это нужно. Вода в скважине может закончиться. Специалисты, конечно, следят за ситуацией, но и люди должны понимать ответственность. Тем более наша северо-осетинская вода непростая. «Самое ценное в воде, как говорится, в питьевой воде – это кальций и магний. И вот, значит, вот именно по содержанию вот этих двух элементов, кальция и магния, наши воды считаются хорошими. Наша вода очень ценна тем, что она является в большей части родниковой и ледниковой водой. Это вот талая вода, которая, вот как мы знаем, является очень ценной водой». Северная Осетия в топе регионов России с самой чистой питьевой водой. И просто так растрачивать этот ресурс не стоит, говорят специалисты. Дана Малышева, Алан Суанов, специально для программы «В итоге». Случай, когда недружелюбное соседство переросло в судебное разбирательство. Героиня нашего следующего сюжета Светлана Илканова утверждает, ее дом постепенно разрушается. Всему виной сосед, который затеял стройку. Однако тот, в свою очередь, убежден – причина не в нем. И даже провел независимую экспертизу. Залина Калманова выясняла детали. «Потолка до пола полностью, вот здесь трещины. С этой стороны, с той стороны, вот с этой стороны. Полностью. Там под обоими этого просто не видно». И с каждым днем трещин становится все больше. Дом буквально рушится на глазах, рассказывает Светлана Илканова. За три месяца он превратился чуть ли не в аварийный. Все началось, когда супруг Светланы уехал в зону СВО. Тогда сосед и начал демонтаж прилегающей квартиры. О работах женщина узнала уже, когда строительный мусор начал залетать в открытые окна. «Здесь двое детей бегают. Я его спрашиваю, что ты делаешь. А я разбираю. Я говорю, здесь дети. Мог сказать? И он мне в ответ говорит, а ты за своими детьми смотри сама. Вот с этого все началось. В этот же день он самосвалом сломал облицовку моего дома. От него, от кирпича, отлетели осколки». Сосед разобрал общую несущую стену между двумя квартирами, потолок и часть крыши. После залил новый фундамент. В результате внутренние стены дома Светланы стали наружными. Но трещина теперь не самая большая проблема. На днях дом стала заливать водой. «Вот накрывать целлофаном, чтобы не видно было, как там вода стояла». Светлана обращалась в администрацию и прокуратуру. Соседу вынесли предписание о том, что стройку нужно прекратить в течение месяца. Но Феликс Хуриев не просто не остановил работы, а продолжил их в еще более активном темпе. А позже вообще стал требовать продать дом. «В СВО Георгию посылал Феликс каждый день сообщение. «Продай мне свой дом, ваш дом уже гнилой, из одного блока твоя пристройка. Продай мне ваш дом». И он начал туда скидывать фотографии домов. Он начал здесь им искать дом. И начал объявление туда в СВО скидывать. А вот семья Феликса Хуриева убеждены. Их вины в состоянии дома нет. Утверждают, трещины появились вовсе не из-за демонтажа пристройки. Причина кроется совсем в другом. Дом изначально построили неправильно. Они даже провели независимую экспертизу. «Вмешательство в квартире номер 4, это уже наше, по-моему, в виде демонтажа перегородок с последующим восстановлением, ни в коем случае не нарушает и не ослабляет существующие квартиры, конструкции соседних квартир первой и третьей». Решить вопрос мирным путем соседям не удалось. Светлана Елканова обратилась в суд. Именно он теперь поставит точку в этой ситуации. Залина Калманова, Алан Суанов. Специально для программы «В итоге». Минутная готовность, ключ на старт. Для героини нашего следующего сюжета, данной Боциевой, теперь эти слова обрели реальный смысл. Ученице школы космонавтики выпала уникальная возможность воочию наблюдать запуск ракеты «Прогресс-МС-28». Стать обладательницей золотого билета было непросто. Ответить на сотню вопросов, разработать свой проект на тему уборки космического пространства, одержать победу во всероссийском конкурсе. Лучшие ученицы помогали наставники. Для Даны специально проводили дополнительные занятия. О подготовке и главном призе юной победительницы подробнее в материале Даны Малышевой. Это запуск грузового космического корабля «Прогресс-МС-28». Ракета беспилотная, она отрывается от земли, и ты сразу чувствуешь специфический запах. Топливо сжигается, рассказывает Дана Боциева. 16-летняя школьница видела ее своими глазами. Говорит, так доставляют оборудование, еду, воду, воздух на МКС. Мы довольно долго ждали запуска самой ракеты. И когда она взлетала, это заняло буквально секунд 10. Но это такое яркое воспоминание, что это невозможно забыть. Ракета взлетала очень громко, это было очень шумно. Но мне понравилось, это было очень интересно. И все стояли с таким завороженным взглядом, наблюдали именно за ней. А смотровая площадка была за несколько километров до места запуска. Дана Боциева – одна из 89 счастливчиков, которым досталась поездка на космодром Байконур. Только вчера вернулась домой. Билет в Казахстан школьница выиграла. Всероссийский проект «Космическая экспедиция первых» отобрал лучших представителей каждого региона России. От Северной Осетии поехала Дана Боциева. Она успешно прошла два этапа – тест и индивидуальный проект. Нужно было решить проблему накопления космического мусора. Необходимо было предложить какие-то инновационные решения для этой проблемы. Она является довольно-таки актуальной, так как мало кто знает, что на орбите нашей планеты находится много космического мусора, который всячески мешает при различных научных экспедициях. Так что я думаю, мое решение было довольно-таки интересным. Я предлагала использовать графеновые сетки для сбора конкретно этого мусора. Разработать сачок из прочных синтетических нитей победительница помогла ее мама. Майя Боциева работает методистом в школе космонавтики имени Кумаева. Она и стала наставником дочери. Вместе придумали, что ловушку для мусора можно закрепить на двух спутниках. Вселенная всегда привлекала моего ребенка, рассказывает Майя Боциева. Так как я работаю в школе космонавтики, Дана любознательна, всегда была ребенок, и я ее стала привлекать к участию в наших конкурсах. Она работала также под руководством Виктора Левашова, нашего педагога, и участвовала в республиканских конкурсах, представляла какие-то свои проекты. Он тоже поделился с нею своими знаниями. Дана у нас и в творческих конкурсах участвовала, и рисовала вселенную. Дана Боциева – одна из первых учениц школы космонавтики имени Кумаева, а учреждению уже почти пять лет. Всероссийский проект – это совместная работа Государственной корпорации «Роскосмос» и «Движение первых». Конкурс серьезный. Победу пришлось буквально вырывать из рук соперников. Специально для Даны проводили дополнительные занятия. Лекции, просмотры фильмов – конечно, самостоятельная работа. Мы обучили и астрономии, и космонавтике, и многим другим образовательным программам, которые ее интересовали, и, естественно, она их освоила. Поэтому, конечно, любая победа – это не случайность. Тем более, что Дана у нас участвовала и во многих конкурсах, и в конкурсах является и победителем, неоднократно и призером. То есть победа заслуженная, вполне ожидаемая. Бессонные ночи точно были не напрасны. Дана Боциева своими глазами увидела, как строят ракеты. Фото и видеосъемку запретили. Но эти моменты навечно въелись в память, говорит девушка. Победительница переходит в 11 класс. Поступать собирается на экономический факультет. Говорит, астрономия – это ее хобби. Но она точно знает – в новом учебном году обязательно вернется в школу космонавтики. Теперь участвовать в конкурсе хочется еще больше. А в учреждении напоминают – стать их учеником может каждый школьник. И, возможно, отправиться в такое же космическое путешествие. Дана Малышева, Георгий Гагиев. Специально для программы «В итоге». Схожесть, устойчивость к болезням и урожайность. В Михайловском состоялась выставка-семинар «День поля-2024». Мероприятие объединило представителей агропромышленного комплекса, специалистов из профильных министерств и ведомств. Свои достижения в селекции овощных культур представил Северокавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства ВНЦРАН. А гости, в свою очередь, смогли увидеть и попробовать овощи, выращенные в экспериментальных условиях. О перспективах развития этого направления в республике узнавала моя коллега Елизавета Тоболова. «Обычного нам картофеля до баклажанов необычной формы. Гости выставки оценивают внешний вид, качество и вкус продуктов. Все овощи выращены здесь же, на экспериментальных полях. Специалисты третий год выявляют наиболее адаптированные к нашим условиям культуры. Учитывают все – всхожесть, устойчивость к болезням и урожайность. Уже вырастили томаты, болгарский перец, баклажаны, капусту, свеклу и морковь. А в этом году появились дыни и арбузы». «Наша задача в этом и состоит, чтобы мы, отечественная селекция, выращивала для нас план, ну как сказать, масштабе северокавказского региона. То есть жара и засухоустойчивые сорта». Участникам выставки семинара показали и экспериментальные поля, познакомили с разными способами сорта испытаний. Один из них – безрассадный метод выращивания томатов. Их высадили недавно и сейчас следят за тем, как они себя проявят. А это – святая святых, лаборатория молекулярных генетических исследований. «В соке листа картофеля мы поделяем ДНК. Вот здесь пробоподготовка, мы здесь растираем эти образцы. Вот через передаточное окно, чтобы не выходить, чтобы всё было очень здесь, как сказать, стерильно, мы их передаём». Семена поступают из селекционно-семеноводческих компаний. И в течение пяти лет работники должны отслеживать их адаптацию к климатическим условиям региона. Только после этого можно рекомендовать их аграрным предприятиям. На данный момент все семена прижились. Потому и прогнозы оптимистичные. «Показывают очень хорошо, поэтому привлекаем вот такими мероприятиями тоже, чтобы смотрели, видели и пробовали, и выбирали впоследствии, что кому нравится. Тут очень разные вкусовые качества и цветовые, это тоже играет роль». Выставка-семинар «День поля» – это презентация работы Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства за год. «Конечно, это отработаны технологии выращивания именно к нашему региону, семян тех селекций, культур, с которыми мы работаем. Рекомендации разработаны, они предложены, здесь тоже представлены. И любой желающий, у кого есть интерес к выращиванию томатов, всего обычного набора, может с ними ознакомиться, и мы можем предложить их любому жителю республики». «Работа ведется, я так думаю, что работа идет в правильном направлении. Самое главное – привлечь сюда население и аграриев, для того, чтобы они не где-то выезжали, покупали эти семена, а покупали у себя внутри республики». Масштабное мероприятие в сфере агропромышленного комплекса проводят не первый год. Сегодня оно состоялось на базе Владикавказского научного центра Академии наук в селении Михайловское. Это важное событие для региона. Выращивание на родных полях недоступных ранее овощей – возможность в будущем отказаться от импорта многих продуктов. Елизавета Тоболова, Алан Суанов, Новости Осетии. В Владикавказе прошел велопробег. На набережной собрались любители спорта. Настоящий марафон стартовал в 10 утра у памятника «Дважды Герой Советского Союза» и Сыплиеву. А финишем стала спортивная площадка на улице Колка-Кисаева. Принять участие мог каждый. Это еще один шаг населения к здоровому образу жизни. Велопробег посвятили единому дню голосования. Так, избирательная комиссия республики своевременно и качественно информирует жителей. Напомним, выбрать своего кандидата можно будет уже 7 и 8 сентября. В Северной Осетии пройдет 8 избирательных кампаний. Самое крупное из них – формирование собрания представителей города Владикавказ. Всего же в целом более 290 тысяч наших избирателей примут участие в голосовании в единый день. Мы сегодня видим представителей тех региональных отделений политических партий, которые выдвинули списки кандидатов и принимают участие в предстоящей кампании. В рамках траурных мероприятий, посвященных 20-летию трагических событий в первой Бесланской школе, наш телеканал готовит цикл сюжетов о бывших заложниках. Спустя время жизнь каждого из них сложилась по-разному. Однако те ужасные события связали их судьбы воедино. Одной из тех заложниц была и героиня нашего следующего сюжета – Майя Маргиева. Своей историей она поделилась с моими коллегами. Вот платье, в котором я была в 2004 году в теракте. Это школьное платье Майя Маргиева хранит до сих пор. Как память о тех страшных событиях. За день до трагедии девушке его подарила мама. Теперь Майя хочет отдать его дочери. Это платье я никому не дам. И только дочка моя пойдет в первый класс. И я хочу ей одеть. Не знаю, можно или нет, но я хочу ее отправить в первый класс в этом платье. В 2004-м Майе было всего 13 лет. Она перешла в седьмой класс. 1 сентября на школьную линейку пошла вместе с мамой. Ничего не предвещало беды. Девочка радовалась вместе с одноклассницами новому учебному году. Но в одночасье раздались выстрелы. 1 сентября девочки между собой. Вот кто-то. У нас девочка одна была. И ее мама говорила. Ей говорит, гольфики. Она говорит, не знала, что одеть. Гольфики одеть, носочки одеть. Уже взрослая, видимо, себя чувствовала. И вот так, может, буквально 5 минут мы поболтали. И вот нас сразу с задней стороны захватили. И стали в воздух стрелять. И загоняли в спортзал. И вот так мы попали в спортзал. И вот все три дня мы там просидели. В спортзале находилось более тысячи человек в невыносимой духоте. Террористы не давали заложникам есть и пить. А над их головами развесили мины. На второй день какой-то террорист был. Там вот как тренажерный зал какой-то был. И вот туда мы зашли. И он нам разрешил пить воду. Ну, были такие тоже. И вот он нам... И другой зашел и говорит, у кого сейчас увижу бутылку с водой, его застрелю. Еще и 20 человек, кто рядом. Ну, вот у меня была бутылка с водой. Но он мне быстро говорит, дай, дай, дай. И вот я ему отдала. Все эти три дня Майя находилась рядом с мамой. Несмотря ни на что, 13-летняя девочка успокаивала ее. Я молилась Богу, чтобы, Боженька, спаси нас, чтобы мы здесь не остались. Ну, Боженька нам, конечно, помог тоже. Нас загнали в спортзал. Мы, как зайдешь в школу, если вы были там когда-нибудь, то с правой стороны сидели. Там было меньше людей. И прямо вот над нашими головами были бомбы. И мы на третий день, я попросила, чтобы мы пересели, где больше людей было. Вот со стороны, где вот там у нас тупик был, откуда я выскочила. И мы бы туда пересели. Если бы мы сидели там, где вот мы два дня просидели, то я думаю, мы бы там даже не выжили. 3 сентября в момент взрыва Майя спала на маминых руках. В нее попал металлический осколок от баскетбольного кольца. Наверное, говорю, сейчас я как инвалидом останусь. И боялась, я не знала же, что это такое. Ну, вот дым, вот это все я видела. И вот я вот так думаю, ладно, что будет, то будет. Откинула и на окно встала. И вот с окна выскочила. Вот именно с этого места я как бы, ну, я выбежала оттуда. Ну, а маму я оставила. Вместе с остальными заложниками Майя побежала в здание училища, которое находилось рядом. Там уже был развернут мобильный пункт. Девочка плакала, думала, что мама осталась в школе навсегда. Но, к счастью, она выжила. Они встретились уже в больнице. Она не ожидала, я тоже не ожидала, что мама жива. Потому что я когда видела, что на улице уже творится, ну, я плакала, она тоже очень сильно плакала. Сейчас Майя воспитывает четверых детей, ждет пятого. Окончив школу, поступила в СК ГМИ и стала юристом. Прошло 20 лет, но ее рано так и не зажила. Девушка потеряла дорогих одноклассников. И теперь каждый год 1 сентября вместе с детьми приходит в разрушенную школу. Чтобы еще раз напомнить себе, жизнь, несмотря на боль, продолжается. Лидия Цехилова, Диана Кабалоти, Данил Малиев. Специально для программы «В итоге». 32 года на страже государственной границы. Северо-осетинская таможня отметила годовщину со дня основания. Сейчас она включает в себя четыре поста. Треть которых – пункты пропуска через государственную границу, а один – внутренний. Сотрудники управления, команда профессионалов, которые успешно борются с правонарушениями, решают задачи по обеспечению внешнеторгового оборота и развитию экономики региона. Как за несколько десятков лет менялась служба, какие вызовы стоят перед таможенниками и что важно для успешной работы – обо всем этом в нашем следующем сюжете. С возможным законодательством предусмотрено использование зеленой и красной линии, которые обозначают начало совершения таможенных операций и завершение таможенных операций. А вот за этой красной линией к людям подходит консультант. Он сразу рассказывает правила и объясняет всю процедуру. Здесь самое главное – безопасность, и чтобы ее соблюдать, сотрудники таможенной службы делают все возможное. Физические лица, которые осуществляют пересечение государственной границы, а затем и таможенной границы, перемещаясь на территорию ЕАЭС, обязаны декларировать товары, подлежащие запретным ограничениям, а также в случае, если они превышают допустимые нормы. В этой связи должны селиться таможенные поста аэропорта Дикавказа, осуществляют таможенный контроль в зонах таможенного контроля и проверяют факты нарушения либо отсутствия нарушений норм таможенного законодательства. Вот такие простые правила, которым должен следовать каждый. Перевозить через границу товар, который достигает 50 килограммов и стоимостью 10 тысяч евро, можно только со специальной регистрацией. Процедура очень простая. Все можно сделать прямо тут, в аэропорту. При перемещении физическим лицом товаров, которые подлежат обязательному письменному декларированию, в зале ожидания, в зале прилета имеются места для заполнения пассажирской таможенной декларации. И каждое физическое лицо имеет возможность и право осуществить декларирование своих товаров, заполнить два экземпляра пассажирской таможенной декларации, один из которых остается у физического лица, другой же остается в таможенном органе. Всего в нашей республике четыре таможенных поста. Три из них – пункты пропуска через государственную границу и один внутренний. Как говорят сотрудники, самые рисковые рейсы бывают из Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Баку. Чаще всего контрабанду привозят именно через них, и наказание за нарушение также предусмотрено. По факту проведения фронта таможенного контроля, определение стоимости, определение количества незаявленных, либо незадекларированных товаров, определяется наличие состава либо административного правонарушения, либо уголовного наказуемого деяния. Все подразделения таможенного контроля под руководством Георгия Цыгоева. В 1993 году, будучи выпускником факультета промышленной электроники СК ГМИ, даже представить не мог, что свяжет свою жизнь с этой сферой. В то время персональные компьютеры только начали появляться. Специалистов, которые разбирались в них, было очень мало. Именно тогда молодому человеку поступило предложение о работе. После успешно пройденного собеседования свою карьеру он начал с должности инспектора по информационно-техническому обеспечению. А в 2000 году Георгий закончил Российскую таможенную академию в Москве. Тогда-то и началась новая глава его профессиональной жизни. Уже моя карьера занялась как руководителя. То есть сначала руководителя небольших подразделений или направлений. Впоследствии я был заместителем руководителя всех таможенных постов и пунктов пропуска, которые находятся в Северной Осетии. И с декабря прошлого года являюсь первым заместителем начальника Северо-Остинской таможни. Коллеги отзываются о Георгии Цыгоеве исключительно положительно. По их словам, он искусно сочетает в себе строгость и человечность. Он требователен к себе и к подчиненным, но при этом всегда готов протянуть руку помощи и дать ценный совет. Сам же Георгий рассказывает залогом успешной работы, считает гармоничное сочетание карьеры и личной жизни. Одно без другого невозможно. А самое главное – четкое понимание ответственности и важности своей профессии. Сотрудник таможенных органов четко должен себе представлять, что он защищает и чем может закончиться его недобросовестное отношение к своим должностным обязанностям. Дальше, естественно, уже к этому пониманию должны приплюсовываться профессионализм, возможно, даже физическая подготовка, ну и, скажем так, какие-то элементы самоотречения. Обеспечивание условий экономической безопасности, сбор пошлин, налогов для пополнения дохода бюджета государства и борьба с нарушениями таможенных правил, контроль движения товаров и людей через границу на пунктах пропуска, железной дороги и в аэропорту. Всех задач этого госоргана – не перечесть. В рядах Северо-Остинской таможни работает порядка тысячи сотрудников. Есть две категории – федеральные госслужащие и офицеры. Обязательным условием приема на работу является высшее образование – юридическое, экономическое, медицинское, инженерное или военное. Специфика работы такова, что ты одновременно, придя сюда, условно говоря, юристом, со временем ты становишься специалистом во многих-многих областях. Это и инженеринг, и сельское хозяйство, и медицина, и все-все-все-все. То есть профессиональный таможник должен разбираться практически во всем, либо уметь разобраться быстро в каком-либо вопросе. Это уже профессиональный навык. 14 августа Северо-Остинская таможня исполняется 32 года. Современные информационные технологии и компьютеризация повлияли на ее развитие. Если в начале 90-х доходную часть бюджета перечислялась около 17%, то сейчас показатель превысил 50. Изменилась и численность транспорта, пересекающего границу республики за сутки. Раньше статистика измерялась в сотнях, а в наши дни – в тысячах. Зоя Тараева, Томила Кцоева, Диана Кабалоти, Артур Гоглоев. Специально для программы «В итоге». Подышать свежим воздухом, погулять, побегать и просто приятно провести время на природе. Цапицкая лесопарковая зона всегда была одним из любимых мест отдыха горожан. В 2016 году территория пострадала от сильнейшего града. Мощный ветер повалил деревья в лесу. С тех пор работы по благоустройству и расчистке не прекращаются. На месте трудятся специалисты вкупе со спецтехникой. Но помощи рады любой. Как сейчас обстоят дела в лесной зоне, узнавала моя коллега Зараса Калоева. Под этими завалами огромное количество новых маленьких побегов, елок, сосан, разновидных деревьев. И таких участков немало. Поваленные деревья практически по всей лесопарковой зоне Сапицкой. Ещё пару лет назад на эту территорию невозможно было зайти. А в мусоре были даже тропинки. Насаждения начали гнить и падать после сильных дождей, града и подтоплений в 2016-м. С тех пор вывезли уже сотни тонн груза. Оставшиеся стволы и брёвна представляют угрозу другим деревьям. Если вовремя их не вывозить, то, соответственно, там развивается различная энтомофауна. Это вредители, которые в дальнейшем могут повреждать и здоровые деревья. Поэтому своевременный вывоз старых поваленных деревьев способствует оздоровлению в общем территории. И очень приятно, что инициативная группа нашла под завалами подрост ели. В чём плюс? Во-первых, саженцы сейчас дорогие. Второй плюс – это то, что эти саженцы, они сформировали свой определённый экотип, который в этих условиях хорошо будет развиваться, давать большой прирост. И если эти саженцы подрост пересадить в другие места, то он будет комфортно чувствовать себя на этой территории. К примеру, вот этот небольшой участок земли с десятками маленьких елей тоже был под завалами. Сейчас, благодаря тому, что сюда начали попадать солнечные лучи, они уже выросли на 7-10 сантиметров. Правильную схему рассадки деревьев разработают сотрудники кафедры лесоводства ГАУ. По словам специалистов, сохранить хойные породы на прогулочных зонах очень важно, так как они обладают множеством полезных свойств, которые благоприятно сказываются на здоровье людей. Надеемся на то, что и другие тоже подключатся и будут нам помогать. Для того, чтобы вот эту огромную территорию, территория очень огромная, но зато, если мы её почистим, сколько мы для своих потомков сделаем доброе, хорошее. Работы по расчистке не останавливаются. Присоединиться и помочь могут все неравнодушные жители города. Впрочем, на более чем 100 гектарах земли уже проделана колоссальная работа. Практически все тропинки уже подготовлены под брусчатку, установили беседки. А на лее чекистов теперь есть новая спортивная площадка. Кроме того, по всей территории высадили больше тысячи цветов самых разных видов. Среди них и подсолнух. Особое внимание уделяют чистоте парка. В том виде, в котором мы сейчас его видим, это свидетельство о том, что лесопарковая зона будет жить и будет развиваться. И это является одним из самых таких красивых уголков на территории нашей республики, сам лесной массив. И является красивым уголком для города Владикавказа и точкой притяжения для всех жителей нашей республики. Оно является и зоной отдыха, и точкой притяжения, и для того, чтобы люди поправляли свое здоровье и получали от этого удовольствие. Скоро здесь также появится мини-футбольное поле, а еще игровые площадки для детей и не только. Любимое место для отдыха, занятий спортом и прогулок жителей благоустраивают по инициативе главы республики Сергея Миняйла и администрации Владикавказа. Зараса Калой, Водяна Кабалотин, специально для программы «В итоге». Это были все новости уходящей недели. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.